Добрый день, коллеги. Я не буду повторяться за нашими народными депутатами. Я хочу проинформировать вас о том, что в конце июня состоялась сессия областного совета. Главным вопросом на этой сессии было выделение материальной помощи семьям беженцев. Было выделено на эти цели 4 миллиона. И осуществляться эта помощь будет через депутатов областного совета. Выделяется эта помощь по упрощенной процедуре. От человека требуется только прописка, допустим, там Славянск, Краматорск, то есть дружковка, что там еще, те точки, где была активная фаза АТО и индикационный номер. На семью выделяется 1 тысяча гривен и на каждого несовершеннолетнего ребенка тоже 1 тысяча гривен. То есть если в семье там двое, трое детей, значит на каждого ребенка будет по тысяче гривен. Ко мне уже идут люди, их направляют, там райадминистрации, городадминистрации. Но я обращаюсь и к вам, что если к вам будут обращаться беженцы за материальной помощью, то, пожалуйста, направляйте их или ко мне, или вот здесь к Степанову Владимиру Владимировичу. Мы, как депутаты, будем оказывать такую помощь. Ну и при Азовской рабочей, вы знаете, уже несколько раз оказывал материальную помощь беженцам, так сказать, лично по своей инициативе. Эту инициативу заметили горожане и подключились к нам, и тоже приносят там вещи, продукты питания, деньги. Поэтому, пожалуйста, если есть такие желающие, мы как бы готовы выступить неким таким центром и передать эту помощь беженцам. Вот мы готовим очередную такую акцию. Беженцы в районы перебывают их, и с каждым днем там становится все больше и больше, и они нуждаются в нашей помощи. И я призываю всех такую помощь оказывать. Ну и два слова по реплике. Анастасия Богданович. Ну, я хочу сказать, что все это время при Азовской рабочей стоял и стоит на позициях единой Украины. Даже в самые, так скажем, кризисные месяцы мы выходили на первой странице с государственным флагом и с надписью «Единая краина, единая страна». Что касается армии, ну, собственно говоря, здесь ее у нас настоящей армии нет. На блокпостах там только стоят ребята из моторизованной бригады, из-под Белой Церкви. А вот батальоны, спецбатальоны Днепр и Азов, это не совсем армия, как вы знаете. И к ним есть много вопросов. В первую очередь, по 9 мая, я, как и вы все, очень хочу знать правду об этих событиях. Это и роль и спецбатальонов, и Днепр, и Азов, и нашей милиции, и кто там еще был, кто находился. То, что спецбатальон Азов 13 июня, я скажу, что блестяще здесь провел операцию по зачистке Мариуполя от террористов, мы это отдали должное им на страницах газеты. Но извините, когда спецбатальон себя ведет в Мариуполе и окрестностях Пахамске, мы об этом тоже молчать не будем. Вот здесь есть и Савелий Вашура, и Максима Степан, и Сартаны. Они могут более подробно рассказать, как нагрянули туда, в зоопарк, устроили стрельбу, напугали детей, испортили свадьбу. Я их что, за это хвалить должен? Или в Урзуфе они поселились на базе Трубник. Вот здесь есть Виталий Истрич Аврамов из Урзуфа, тоже депутат областного совета. Тушили свет автоматными очередями. Перепугали всех там же жителей Урзуфа. И как вы думаете, какое теперь отношение батальона Азов у сартанцев и жителей Урзуфа? Поэтому батальон должен сам думать о своей репутации. Вот сейчас они разместились на левом берегу в спортинтернате. И у меня есть определенная тревога по поводу вот именно этого места размещения. Потому что рядом жилые дома. Но вы знаете, что у нас иногда еще по Мариуполю стреляют. Рядом парк. Мало ли там нагрянут какие-то боевики, сделают там пару выстрелов из гранатомета и смоются. А стрелять будут по жилым домам. Или сам спецбатальон. А мы знаем какой там контингент. Кого набирали туда. И они с оружием в руках там стоят. По улицам города ходят. Николай Николаевич, ну вы не располагаете. Я извиняюсь. Вы уже скатились на обсуждение спецпосудов. Чуть-чуть не в ту сторону, но чуть-чуть ушел. Явно, явно. Достаточно. Отметили. Поэтому... Вы, конечно, извините. Да вы не работаете. Да, присаживайтесь, Николай Николаевич. Все, спасибо за внимание. Спасибо.